За кредитом не дают, еще деньги никто не дает, просто нет оборотки, нечем платить аренду, нечем платить зарплату, мне приходится все закрыть. У меня депрессняк, вообще, такой депрессняк, у меня сейчас жена беременна вторым ребенком, и я не знаю, что мне делать. Я иду, сажусь в магазин, в свой, в один из магазинов, и просто тут посмотрю на, ну такие были, диски-то крутят, фильмы, короче, там рядом был прокат дисков, я просто брал, вот тут посмотрел. Подходил продавец, что-то надо, что-то надо, что-то надо, все, вот так, три месяца, я так сидел, я понимал, как так, все в жизни шло вот так вот, и потом ближе, блин, что не так, что не то. Я только сейчас понимаю, что это не мой путь был, что меня жизнь долбала, долбала. И тогда я тоже не понял, я тоже не понял. Я начал снова искать возможности, ну почему, ну потому что, может быть, надо семью кормить, да, то есть принято же в обществе, надо семью, там деньги же зарабатывать, да. Вот, ну это нужно, да, вот, но разные способы есть. И я начал искать способы, которые бы не, не было бы аренды, не было бы зарплаты, то есть чтобы я не был привязан к месту, но чтобы смог путешествовать. Я наткнулся на фондовый рынок. Я начал изучать это направление на американский фондовый рынок, я стал трейдером, я стал торговать. Потом понял, что для того, чтобы торговать самому, нужно железные яйца иметь, и в общем, только 2% трейдеров частных, которые зарабатывают на этом деньги, нужна команда, нужна компания. И я нахожу людей подобных в Екатеринбурге, и в 2010 году мы в Высоцком открываем офис на 45 этаже брокерской компании. Мы стали брокерской компанией, представителем американского брокера. Все вроде хорошо, но жена мне стала помогать, мы жили за городом, дети с няней, мы ездим сюда, в 12 часов дня уезжаем, в 12 часов ночи приезжаем. Вроде все идет потихоньку, как бы снова налаживается, но перед Новым годом у меня мысль, у нее мысль, а если опять что-то случится? Вот, мы же хотим путешествовать, может, наконец-то уже забьем, а у меня еще что случилось? У меня же язва была. В 2008 году я весил вообще 100 килограмм, у меня была язва на суперстной кишке, в общем, я еще болел, короче, все это. И, ну, поехали в Таиланд съездить, думаю, ездили отдыхать, как бы там, в Турцию, в Египет, поехали в Таиланд, поехали. И я наткнулся на блог, вот как раз-таки о том, почему нужно делиться информацией, я наткнулся на блог человека, который пишет, что в Таиланте есть такой остров Панган, что там можно снимать домик за 5000 рублей в месяц. Как? Не может быть. Ну, мы решили проверить. И я, значит, ну, у меня был здесь партнер еще, да, то есть, оставляю офис, уезжаем. Уезжаем туда, покупали билеты в одну сторону, то есть, мы решили как бы кардинально изменить, но как бы попробовали кардинально изменить. То есть, мы не решили, например, поехать пожить какое-то время, на месяц, грубо говоря. И в итоге приехали в аэропорт, там посмотрели, как добраться до этого острова, приезжали на это острово, на острово. Опять там море вокруг нас, никого, мы с семьей, ну, с двумя детьми, я два детей, тогда было 4-2 года нашим детям. Вот. Находим домик, ну, за 5, за 5 тоже нашли, но он был в середине острова. Тут прямо на берегу. За 10 тысяч рублей в месяц прямо на берегу моря. Мне в жизни голову такое не могло прийти. Пока я сам это не сделал, пока сам, ну, не взял этот домик, да, и начал жить, я не понял. Очень часто бывает такое, что пока мы сами не пройдем чего-то, мы до конца это не понимаем. Вроде бы, да, да, ну, круто, круто, вот, вы тоже сидите, да, вроде круто, там, за 10 тысяч рублей какой-то домик там, да. Но пока сам этого не поймешь, не прочувствуешь, ну, мало что может поменяться. И в итоге, через 2 недели, когда мы там находимся, партнер, которым мы являлись брокером, нас кидает, ну, то есть, подставляет, он увеличивает комиссионные стоимость платформы, нам начинают звонить. Ну, то есть, я сижу на пляже, мне звонят люди из Екатеринбурга, верни наши деньги, а то надо тебя там в суд, короче, там, в прокуратуру. Я говорю, так я уж ничего не забрал, а почему ты не предупредил вас? Ну, в общем, я не знал. И я такой, все, задолбал, и все, я выхожу. И мы 5 месяцев живем там. Я, то есть, ушел из этого бизнеса, ставил на партнера, в итоге партнер там закрылся тоже. И я понял, что жить можно, путешествовать можно и не имея больших денег. То есть, за 10 тысяч снимаю домик там на берегу, да, моря. То есть, грубо говоря, если так вот по финансам смотреть, да, то есть, многих интересует финансы, как ты там зарабатывать же начнешь, да, как ты обеспечиваешь свою семью. В городе я тратил там где-то в районе там 60-80 тысяч рублей в месяц. Там я тратил 25-30 и был счастливее на семью. Вот. И практически ни в чем себе не отказывал, по сути. Там фруктов огромное количество, все, что хочешь. Вот. И увидел, как вот живут вот эти вот люди, тайцы. Они такие позитивные. Они такие дружелюбные. У них нет вот таких вот преград. То есть, на чем ты ездишь там, да, в чем ты оден. То есть, вот это вот именно общение действительно живое, хорошее и правильное, которое должно быть вообще между людьми. По сути, это одна из основных вообще вещей нашей жизни. Это общение. Если у тебя там куча-куча всего есть, то ты один, кому ты нужен, кому есть то, что у тебя есть. Поэтому нужно делиться. И в путешествии я понял, что... Ну, во-первых, я начал путешествовать, причем по-разному начал путешествовать. Сначала мы летали на самолетах, на поездах, на автобусах. Потом мы стали встречать таких людей, которые путешествуют автостопом и каутсерфингом. Кто знает, что такое каутсерфинг? А кто не знает, что такое каутсерфинг? А автостоп все, наверное, знают, да? Кто не знает, что такое автостоп? Все знают. То есть, автостоп, в принципе, это тоже каутсерфинг, только у себя в квартирах. То есть, люди по всему миру, у себя в квартирах принимают путешественников бесплатно. Причем, они не просто принимают, они их кормят, они делают им экскурсии по своим городам. Самый прикольный каутсерфинг был вот этим летом. В Европе мы с семьей, с двумя детьми, и ехали автостопом по Европе, каутсерфингом. В Варшаве нас встретил мужчина, достаточно обеспеченный. Он три дня нас кормил, три дня возил нас во всей Варшаве. Короче, просто мы, как, я не знаю, как короли там были. Зачем вы это спросите? Есть такой вопрос? Зачем? Нету? Есть. Он расстался с девушкой, и чтоб не забухать, он раньше сам путешествовал, и чтоб, да, не забухать, он вспомнил, что есть такой каутсерфинг, да, зарегистрировался быстренько, и мы тут ему написали. А ну, там, на каутсерфинге пишешь, всем бодряк, кто отвечает, и он ответил. Он прекрасно провел время, то есть он, после нас к нему еще, по-моему, четыре человека приехало, два парня, две девушки вообще. Вот, так что, это жизнь, это движение. Хорошо. Каутсерфинг.com Каутсерфинг.com Вот. Там можно зарегистрироваться, а тоже, как себя, правда, соц. сеть путешествует. Че мне там уже подходить, да? Вот. Ну, в общем, в завершении своего выступления я скажу главную мысль, что путь мой, да, с 2000-го года, когда я первый раз почувствовал, что это мое, до, грубо говоря, 2011-го, когда, да, 10 лет, больше 10 лет, когда я начал путешествовать, без достаточного количества финансов, как я раньше думал, да? В принципе, 30 тысяч рублей на семью с 4 человек. Много это или мало? Мало. Я путешествовал по Игощу на Азию, путешествовал по России, путешествовал по Европе. Самое меньшее, что я тратил на семью в месяц, это 5000 рублей. Путешествовал по России. Какой денег нет? А вы как-то сейчас чем-то занимаетесь? Нет, даже вот эти деньги. Были какие-то накопления? А, эти деньги. То есть я начал сайты делать. То есть я на сайте зарабатывал что-то, да. Вот. Плюс у меня подрабатывал. Я очень люблю водить машину. И где мне получалась возможность, я арендовал автомобиль, да? Оно у меня не покупалось. То есть у меня, в принципе, есть, ну как? У меня есть брокерский счет, короче говоря. Вот. Там деньги я не пробовал никогда. Они там лежат. Но если есть возможность, я, допустим, там в кредит приобрел автомобиль в прошлом году. Да? Вот. Ну мы в Питере жили, но наденем. Смотри, ладно, короче. В общем, я брал машину в аренду и таксовал. То есть изучал город, допустим, да? Плюс знакомился с людьми. Тоже дополнительные знакомства. И еще были какие-то денежки. Вот. Идут где-то там подрабатывал, может менеджер, еще что-то. Еще какие-то предприниматели. У меня есть знакомые здесь в Екатеринбурге, которые, ну, ведут бизнес. Если я видел, допустим, в Краснодарском крае, я увидел орехи по 80 рублей, грецкие. Грецкие орехи по 80 рублей. Я такой, а, позвонил знакомому, не хочешь грецкие орехи продать? Ну, давай. Все. Я нашел поставщика, он приехал, то есть мне часть там, грубо говоря. А, ну подарки, подарки. В Краснодарском крае нам подарили двух лошадей. Мы жили месяц в поле, в палатке, и нам подарили двух лошадей. Вот. Нет, нет, русские. Очень хорошие ребята, мы с другим дружим продолжаем общаться. Прекрасно. Продали, да. Мы сейчас покатались, но дальше же надо ебать. А, двух за 60. По-моему. Да. Вот. На самом деле, тоже для меня шок был, на самом деле. Я не знал, что лошади такие дешевые. Я не знал, реально. Я думаю, больше купить, и все. А они там 25 тысяч стоят, эти лошади. Вот. И так, а, то есть я вот хотел завершать, да, вопросы пошли. Ну, это не я, это они. Вот. Я думаю, может, в конце еще могут, возможно, вопросы создать. Поэтому, в общем, в итоге, что долго шел, в итоге начал путешествовать. Помню, что это можно делать и достаточно недорого, да, бюджетно. Вот. И в путешествии я нашел себя. То есть я понял, наконец-то, чем я хочу заниматься. Я понял, что я хочу нести пользу людям, чтобы помогать людям. Потому что в путешествии я видел огромное количество людей, у которых много страхов. Много установок. Но они очень классные там вещи делают, производят что-то. Мне захотелось помочь как-то этим людям. И сейчас я занимаюсь интернет-маркетингом, да, в частности, Ютубом. Вот. Это развиваю, этот процесс. То есть в дальнейшем, в очередь, здесь тоже было знакомство у нас одно. То есть по психологии тоже возможно. То есть работать с людьми, как-то в этом развиваться. И нести пользу людям. Трансформировать. Потому что трансформация человека – это очень важная вообще задача каждого из нас. И если кто-то может помочь друг другу, такой пример может быть. Да, раньше мы ходили поплакаться к подружке или к родителям, еще что-то. Сейчас как-то немножко в мире поменялось. И нужна поддержка друг друга. Мы должны друг друга поддерживать. Так что, уважаемые зрители, кто здесь собрался, поддерживайте друг друга. Правляйтесь в путешествие, меняйте свою жизнь и прислушивайтесь к тем моментам, которые у вас в жизни происходят, к этим поворотам. То есть путешествие я мог бы начать уже давным-давно. И сейчас моя жизнь была бы, может быть, давным-давно уже совершенно другая. В том плане, что я уже гораздо больше принес этой пользы в информации, в изменении человеческой жизни, чем я только начинаю сейчас в этом двигаться. Спасибо всем большое. Паша Завершенко! Вот сейчас вот только те, кому было интересно Пашино выступление, поаплодируйте, пожалуйста. Все, делаем Пашино. Обратная связь с ним. Вообще ничего вам не буду рассказывать, затягивать. Мы двигаемся дальше. Следующий человек, который выйдет на эту сцену, единственная девушка здесь. Но знаете, при том, при всем, что у нас четыре мужика выступать, я прям уверен в том, что из всех спикеров именно она самая наглая. Юлия Курочкина! Юлия Курочкина! Не видит их. Не видно, человек ни черта. Илья, я хотела попросить, можно стульчик поставить? Супер. Здравствуйте, меня зовут Юлия Курочкина. Для тех, кто может быть... Хотя подождите, тут принято руки поднимать. Кто-нибудь меня знает? Огонь! У кого... Давайте так, чтобы больше не возвращаться к этому. Кто сегодня видит меня сейчас прям? Продолжение следует...